Сустреча поколения упройшла сёння ранницей на мемориальным комплексе «Партизанская крыничка» под Гомелем, что год мероприемства проводится на месте дислокации партизанского отрада «Большовик», який дейничал у годы Великой Айчинной войны. На митингу побывали наши корреспонденты. С каждым годом святка у военных часов становится всё меньше, тому кожная их сустреча. Это правда – значная падея. Отдать данину по ваге к подвигу загинавших героев собрались ветераны войны и працы, представники органов улады, предприемств, громадских организаций и молодь. Традиционный митинг «Реквием» проходить у 11 километрах от областного центра для мемориального комплекса «Партизанская крыничка». Удельники ускладают вянки и кветки до мемориала и ушановывают память загинувших хвилин и молчанья. Были и подпольщики, и фронтовики с разных кутков областей вспоминают боевое минулое и своих товарищей. Меня переполняет чувство гордости за тех людей, которые стояли честь и независимость нашей Родины. Действительно герои. Сустреча протягнулася у Музея военной славы, где организаторы узгадали историю партизанского отрада «Большевик». И он был створен у жнивня 41-го года, подчас оборончих боев за Гомель. Першопочатково у его состав уваходили 50 человек. У Кастрышнику 43-го отрад был пераутворен у бригаду с той же назвой. Бойцы большевика проводили диверсии на Чугунцы и автомагестралях. Парализовали рух судов по раце СОЖ. Разом с частями шервоной армии партизаны удельничали у операции «Багразион». Тысячи километров железнодорог было взорвано, линии, связи. И это помогло нашим войскам обороняться в связи с тем, что не было подкреплений фашистским нападающим. Поэтому большое спасибо хочу выразить всем ветеранам, всем партизанам, всем участникам войны, всем, кто сражался в тылу врага. Здоровья, настроения, благополучия в семьях. И спасибо вам за наше мирное небо в нашей синевокой Беларуси. До места боевой славы и праздесяти годзи идуть удячные нашатки поколения мужных и отважных героев. Самые ширые слова подяки ветеранам, які побачь знаме. Вечная память тем, кто веровал своими житями, деля свободы родной земли. Ганна Корольчук, Вольга Коновалова, Андрей Иванов, Телерадо, компания «Гомель».